Женя, можешь читать Филиппийцам 2, 5-11, можешь прочесть? Не хочешь? Рита, Иоанн 14, 28. Катя, Матфея 22-21, Катя. Филиппийцам 2, с 5 по 7 сначала. Первая глава, с 5 по 7 сначала. Ребята, Матфея 22-21, Катя. Пойдемте. Филиппийцам скажите... Ребята, Матфея 22-22. Матфея 22-22. Пойдемте. Матфея 22-22. Я могу читать Филиппийцы 2, 5-7, он не может найти. Рассуждайте и поступайте так, как Христос. «Хотя он был Богом по природе своей, он не держался за это свое равенство с Богом, но уничижил себя самого, приняв образ раба и сделавшись по виду человеком». Филиппийцам 2, с 5 по 7 пока читал. То есть, Иешуа по природе был и есть Богом, и равен Богу. Отсюда мы понимаем. И первое, что Он сделал, это Он уничижил, если дословно переводить, то опустошил Себя. Как бы Свою Божественность. Он как бы не отрекся от Своего Божества и не от Божественности Своей Божественности. Опустошил Себя, но в Божественности опустошил. То есть, Он был, оставался Богом, но также стал полноценным человеком. То есть, будучи полностью Богом, Он стал полностью так же и человеком. То есть, Он уничижил Себя самого в Своей Божественности. То есть, другими словами, таким образом, Его никто не мог узнать, только как, кроме как по Откровению. И во-вторых, Он смирил Себя в Своей Человечности. И с 8 по 11 стих это видно. Он смирил Себя до такой степени, что принял смерть и смерть на кресте. Поэтому Бог вознес Его до высочайшего положения и дал Ему имя выше всякого другого имени, чтобы все преклонились перед именем Иисуса, все, кто на небе, на земле и под землей. То есть, Он был и есть и Богом, и человеком. Как человек Он смирил Себя и сделал Себя послушным даже до смерти. И Бог вознес Его. И поэтому каждое колено перед Ним преклонится и всякий язык исповедует. Что Иешуа есть Мессия, Иешуа есть Адонай. Что Иешуа есть Мессия, есть Адонай, Господь. И в 11 стихе говорится, что это во славу Бога Отца. То есть, Иешуа добровольно подчинил себя власти Отца. И это утверждается в Иоанна 14, 28. Рита? Рита, да? Вы слышали, что Я сказал вам, «Иду от вас и приду к вам». Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, «Иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня». И мы знаем из молитвы Шма, что Бог есть Един. Над головой у нас тут на потолке написано молитва Шма. Но отец является главой, а сын действует в послушании. И таким образом Бог является как бы образом власти. И сын является образом послушания. И поэтому Бог превыше всех вознес Его. Мессия Христос является как бы образом или принципом послушания. И все, кто принимает Иешуа, принимают принципы послушания. И если вы наполнены Иешуа, вы должны быть наполнены Духом послушания. И этот как бы Дух, Он... И это Дух в нас, и мы, по сути, живем для того, чтобы служить высшей власти. И это на самом деле пустое, слушаться человека. Мы имеем послушание Богу. И выражаем также свое послушание и выражаем признательность Божьей власти через послушание тех, кого Он над нами поставил. Катя, Матфея 22, 21. Говорят Ему, Кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие Богу. Кесарь или Цезарь, он был... У него был... Его личность была как бунтующий. Его характер был бунтовщика. Но, тем не менее, на самом деле Бог его поставил властителем. И как следствие этого, он должен был послушаться, быть послушным Богу. 2 Коринфянам 10, 6 Павел сказал... Somebody read that. Татьяна, why don't you read that? 2 Коринфянам 10, 6. Татьяна, 2 Коринфянам 10, 6. 2 Коринфянам 10, 6. И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Здесь тот же самый принцип. Когда мы полностью послушны, Господь разберется с теми, кто непослушен. Павел был готов как бы отомстить непослушным, потому что его послушание было совершенным. В other words, in context, until they were willing to unite with Paul in supporting the discipline he was imposing, until the Corinthians were willing to support Paul in the discipline that he was spelling out. Paul intimates that his ability to take vengeance is withheld. То есть, Павел говорит, что пока они не будут... был готов как бы наказать Коринфян, пока они не готовы или не стали послушными его дисциплине, которую он как бы внедрял. Мы как бы сейчас больше теологией занимаемся, завтра уже будет больше практики. Но нужно очень важно понимать библейские принципы власти и библейские основы власти. И вера, она освидетельствована послушанием. Мы называем себя верующими. Но нас тоже могут называть послушными. Библия очень четко говорит, что если ты веруешь, что ты послушен. Деяние 5.32. Римлянам 10.16. Ирина. 2 Thessalonians 1.8. 2 Фессалоникийцам 1.8. Светлана. 1 Петра 1.22. 1 Петра 1.25. 1 Петра 1.22. 1 Петра 1.22. 2 Петра 1. rich. And Larissa. Matthew 28.18. Larissa, Matthew 28.18. So let's first read these four passages that explain how belief is evidence by obedience. So let's first pray these four passages that explain how belief is evidence by obedience. Деяние 5.32 5.32, да? Я читаю. Свидетели Ему всем мы и Дух Святой, который Бог дал повинующим Ему. Для тех, кто обещает Ему, правильно? Да. Хорошо, Ирина. Романс 10.16 Но не все послушались благовествования, ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Спасибо, Ирина. Второе Фессалоникийцам 1.8, Ирина. Второе Фессалоникийцам 1.8. Светлана, can you give him the microphone there? 1.8. Второе Фессалоникийцам 1.8. Так. В пламенеющем огне совершающего мщения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа. Первое Петра 1.22. Первое Петра 1.22. Послушанием истинно через Духа, очистив души вашей к нецелиться, а не к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Иисус дана всякая власть. И Он сказал нам идти. Он дал нам это поручение. У нас есть великое поручение в конце Матфея. И потому что Ему дана всякая власть, мы должны быть послушны Иешуа. И чтобы верующие были послушными. Так Царство распространяется. На земле, как на небесах. Еще одно местоописание. Посмотрим. Евреям 5.7.9. Артем, прочти. Евреям 5.7.9. Здесь сказано, что Ешуа научился послушанию благодаря страданиям. Ешуа как бы не принес послушание на землю. Он научился им через страдания. Он не научился этому через грех, потому что не совершил никакого греха. Итак, читаем Евреям 5.7.9. Спасибо. Когда мы встречаемся с страданиями, мы учимся послушанию. Но наша польза и полезность, она не определяется количеством страданий. Но определяется тем, чему мы научились, пройдя через страдания. Только послушные угодны Богу. Те, кто хотят найти легких путей или ищут только удовольствие, они бесполезны для Бога. К сожалению, у многих верующих они просто терпят неудачи в послушании годами. Несмотря на то, что у них было очень много страданий, но их послушание не выросло. Как и родители Израиля, они только встречаются с более и более мурмурами и более и более мурмурами. Как народ Израиля, ходящий в пустыне, чем больше было у них испытаний или проблем, тем больше они просто роптали. Иешуа же прошел через множество страданий. Но всегда он действовал и проходил в духе послушания. Его страдания были за нас. И его страдания были для того, чтобы облегчить наши страдания. И его страдания были ради царства. Я не говорю, что вы сейчас должны страдать, чтобы сделать вас человеком, который Бог хочет вас видеть. Некоторые люди, наоборот, ищут страдания и они находят себя в этих страданиях. Я, конечно, молюсь, чтобы у вас не было страданий или вы имели наименьшее число страданий. Но у всех есть испытания и сложности. Основная мысль того, что я говорю, когда мы страдаем, когда у нас есть сложности, пусть это поможет нам быть более и более привязанным к Богу. Пусть это больше научит нас искать Божьей воли, чем Своей воли. У меня были ситуации, когда я говорил что-то кому-то, и это было слишком жестко, либо неподобающим образом было сказано. И они, как бы, их реакция была такова, что они так же грубо отвечали мне. И я думал, о, что же я сказал? Их реакция не была правильной. Но мои слова вызвали такую реакцию. И это, конечно же, такой, как бы, путь страданий тоже. И теперь я хочу идти и спросить, что человек, что-то, пожалуйста, теперь уже нужно после этого просить прощения. Говоря, что простишь меня, я был неправ, говоря это. Потому что я учусь этому, чтобы не говорить подобное. и теперь я надеюсь, что я не буду так быстро, как бы, говорить или реагировать, потому что я научился от страданий из прошлого. и когда я был еще молодым, я считал, что, как бы, хорошо со всем спорить. И иногда просто это не принесет никакой пользы. Нужна мудрость. Иногда просто нужно любить людей. прощать, любить даже их плохое поведение. Вы учитесь в своей жизни, когда растете, когда делаете ошибки. И мы молимся, Боже, научи нас быть послушными и помоги нам воспринимать и правильно относиться к высшей власти. Боже, спасибо за это время вместе. Благодарим за Твое Слово. Просим, чтобы Твой Дух Святой дал нам понимание, откровение о важности и власти в Твоем Царстве. Помоги нам по-настоящему понять власть глубже. Помоги нам понять, как Сатана поднял бунт и как Яшуа был послушан. и как Твое Царство утверждено послушанием. И когда мы будем рассматривать вот эти четыре сферы делегирования власти, дай нам правильное понимание, откровение, проговори к нам. мы хотим быть послушными. И мы хотим быть послушными власти, которая исходит из Твоего трона. И, Господи, что Твое Царство пришло Твое Царство и исполнилась Твоя воля как на небе, так и на земле. Бешем Яшуа. Амин. Амин. Okay. God bless you. We'll see you.